Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. Три из шести тысяч обманутых дольщиков получат свои квартиры в собственность. На планерке главы города подвели итоги работы с проблемными объектами. Сочинские школы оборудуют магнитными замками и пересмотрят организацию системы видеонаблюдения. Такое решение принял глава города. В новый учебный год в новой форме. Три тысячи комплектов подарила многодетным и малоимущим семьям Сочинская Лига Женщин. Сегодня православные отмечают медовый спас. К этому дню обычно соты в ульях уже наполнены и пасечники приступают к сбору меда. Узаконить беззаконие в Сочи не получится. На планерном совещании при главе города подвели очередные итоги масштабной работы по борьбе с самостроями, вернее проблемными объектами. По последним данным, восемь домов уже введены в эксплуатацию. Таким образом, три из шести тысяч обманутых дольщиков получат свои квартиры в собственность. Сегодня в списке проблемных 185 объектов. Но объединять их словом «самострои» юридически неверно отмечают в мэрии. Многоэтажки, в которых недостаточно мощности коммунальных ресурсов, не считаются самовольным строительством. Отсюда вывод незаконных новостроек на курорте в разы меньше. Реестр разбит на три блока. В первом – объекты, которые идут под снос. Во втором – самовольные с обманутыми дольщиками. В третьем – узаконенные и заселенные высотки, но с ограниченными ресурсами ЖКХ. Последним готова помогать и администрация. Что же касается мошенников, то шансов на мировые соглашения у них нет, подчеркивает глава города. Мы тут самовольно построили, а вы тут нас давайте поддержите. Этого не будет. Появились организации, скажем, в кавычках, обманутых покупателей. Разные юристы обдирают их, рассказывают о том, что давайте будем требовать и подпишет мировое соглашение мэр. Я подпишу только то, что законно. Это просто все знают и все понимают. То, что можно реанимировать и законно достроить из списка 185 проблемных объектов, со временем будет исключено. К слову, 8 многоквартирных домов уже введены в эксплуатацию. В очереди же на снос в судебном порядке сегодня 50 объектов. Они также подлежат исключению из реестра самостроев. Возведенных же домов по 214-му федеральному закону, но не введенных в эксплуатацию, в Сочи насчитывается 28. Четыре введены в эксплуатацию и, соответственно, исключены из известного списка. В конце августа сдадут еще три дома. Таким образом, три тысячи дольщиков из шести получат свои квартиры. В этот список включили также объекты, которые когда-то уже были снесены, то есть есть решение о сносе данных объектов, но при этом они длительное время, службы судебных приставов, не сносятся. В отношении застройщиков, которые строили, были возбуждены уголовные дела и даже эти застройщики уже привлечены, порой, к уголовной ответственности. Их включили для того, чтобы рассмотреть вопрос того, каким образом помочь этим обманутым людям, потому что раз застройщик уже пострадал, он уголовно наказан государством, то возможно, невозможно каким иным способом, через процедуру банкротства, либо через иную процедуру, создать жилищно-строительные кооперативы, передать эти недостроенные объекты этим жилищно-строительным кооперативам, потому что мы не можем помогать застройщикам, которые мошенники, которые преступники. И чтобы уже сами жилищно-строительные кооперативы, граждан, смогли достроить данные дома. В отношении каждого объекта в администрации города имеется дорожная карта к решению проблем каждого дома. Межведомственная комиссия подходит индивидуально. Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Также сегодня стало известно, что первый вице-мэр Анатолий Рыков покидает свое место работы по собственному желанию. Ранее он находился в отпуске. По данным некоторых агентств, он может уйти в одну из госкорпораций. Ну и к другим новостям. Большой общественный резонанс получило строительство дома на улице Белорусская в Сочи. О нем писали блогеры, рассказывали журналисты, в том числе и федеральных телеканалов. Одни называли здание самостроем, другие утверждали, что власти города препятствуют вводу в эксплуатацию законно возведенного объекта. Застройка этой территории началась в 2009 году. Тогда собственнику одного из участков муниципалитет разрешил возвести здесь жилой дом высотой не более трех этажей. Затем другим землевладельцам было получено еще три разрешения, а также на строительство частных домов в два-три этажа. Но в итоге практически на пляже появился целый жилой комплекс с многоквартирными зданиями в 12 этажей. Что об этом думают местные жители и чиновники, узнаем из нашего следующего сюжета. О том, что застройщик нарушил градостроительные нормы, муниципалитету стало известно еще в конце 2014 года. Тогда, во время одного из обходов Адлерского района, на эту стройку обратил внимание глава Сочи. На тот момент один дом уже превысил свою этажность, второй был на стадии заливки фундамента. Вот они берут разрешение. Два этажа. Ну, я у нас фундамент не по два этажа. Ну, это уже понятно, что не по два этажа. Стройку по требованию администрации остановили. А в начале 2015 года муниципалитет обратился в Адлерский районный суд с иском о признании объекта незаконным. Вместе с тем судами всех трех инстанций, апелляционной и конституционной инстанции, администрации города Сочи было отказано в иске о сносе самовольного объекта и строительство объекта продолжалось. Администрация города Сочи вновь обратилась с иском. Апелляционная инстанция по апелляционной жалобе администрации города Сочи поддержала требования администрации о сносе объектов самовольного строительства. Но уже, опять-таки, застройщикам была подана касационная жалоба. И суд касационной инстанции постановил оставить в силе решение суда первой инстанции о признании права собственности на три многоквартирных жилых дома. Тем не менее, в заявке на получение технических условий на водоснабжение и водоотведение застройщик скрыл тот факт, что построил не частный дом, а высотку. На основании запроса и приложенного перечня документов, в том числе водоохозяйственного баланса, был выдан договор о подключении объекта к сетям водоснабжения и водоотведения. А вот что касается водобаланса, о каком объекте идет речь? В водобалансе указан жилой дом. Жилой дом этажностью три этажа. Это в каком году? Это у нас получается 11-12-2017 года. Конец 2017 года, декабрь месяц. Проект на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения водоканали застройщику согласовали. Коммунальщики подчеркивают, в их юрисдикцию не входит обследование объекта, который их просит подключить. А разрешение на присоединение к сетям – это еще не гарантия того, что воду начнут подавать. Ведь впереди строительство коммуникации и затем должна пройти процедура их приемки. Высотки находятся в первой санитарной зоне, прямо на берегу моря. Если жилой комплекс заселят, а там порядка 400 квартир, жильцы будут ставить свои машины на придомовой территории. Ливневые стоки с этой парковки будут идти прямо на пляж, который ежедневно посещают десятки сочинцев и туристов. Согласно природоохранному законодательству, все стоки в первой санитарной зоне должны собираться и идти на очистку. Но в компании «Водосток», которая отвечает за ливневые коллекторы на курорте, заявляют, что собственник этих высоток по поводу приема ливневых стоков к ним не обращался. Есть и другая, не менее важная проблема. У соседей по участку – это 10 семей. Из-за этой стройки ухудшились жилищные условия. Тамара Витошина показывает снимки своего дома. Здесь, на улице Белорусской, она живет полвека. Раньше перед их четырехэтажкой был лишь полисадник, а дальше – пляж и море. Теперь в 10 метрах – высотка. Что выключили? Фонарь? Без фонаря? А, без фонаря. Здесь темно. А, темно? Вот так мы живем. Темно, как в подземелье, рассказывает и Вера Безменко. Еще пять лет назад в ее квартире солнце было постоянным гостем. Теперь днем в помещении приходится включать свет. По мнению женщины, дом напротив ее окон возвели незаконно, так как лишили ее права на комфортную жизнь. На стороне Сочинки санитарные нормы. В них прописано, а в южных регионах России солнечный свет должен присутствовать в жилых помещениях не менее полутора часов в сутки. По отечественной судебной практике уже есть прецеденты. Так, в Екатеринбурге суд обязал одного из застройщиков компенсировать жителю соседнего дома немалую сумму. Не только за уменьшение солнечного света, но и за испорченный вид из окна. Те люди, которые купили в этих домах квартиры, говорят, пожалейте нас, мы обманутые дольщики. А нас кто пожалеет? Теперь нас кто будет жалеть? Почему я должна жалеть? Он когда покупал, когда брал, он видел, что он берет? Он видел, куда он идет и что он будет делать? И как он будет жить? Пускай нас пожалеют. Двое детей, оба в очках, одно и второе. И причем вот за эти два-три года только одели очки, не то, что они с рождения. Могу карточки показать. Муниципалитет через суд уже приостановил продажу квартир в этих новостройках. Сейчас готовится новое судебное разбирательство. По данным администрации курорта, вместо разрешенных 3000 квадратных метров, владелец участка построил здание площадью в 11 раз больше, а также существенно превысил их этажность. Данная территориальная зона, в которой находится данный земельный участок, однесена решением правительства как особо ценной территории. В них установлен регламент, специально я хотел продемонстрировать вам его. Для данной территориальной зоны высота не более 12 метров. Коэффициент застройки территории у нас идет 0,6. Местные жители надеются, что на этот раз Фемида разберется в этом вопросе, и пляж, с которым соседствуют многоэтажные бетонные монстры, станет шире, как положено по законодательству Краснодарского края. Ведь стройка отрезала почти половину этой общественной территории. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. 15 августа в Сочи малооблачно. Температура воздуха ночью плюс 20, плюс 22. Днем 27, 29 градусов выше нуля. Форум «Регион-93» должен стать круглогодичным местом встреч подростков. Об этом сегодня заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он приехал в лагере и пообщался с ребятами. Главе Кубани показывают тематические площадки и мастер-классы. После губернатор в неформальной обстановке встретился со всеми участниками летней смены на лобном месте лагеря Колизеи. Парни и девушки задавали вопросы о развитии сельского хозяйства в регионе, волонтерском движении на Кубани и многом другом. Вениамин Кондратьев отметил, что такие площадки очень полезны. Общение здесь воспитывает социально ответственную молодежь. Молодежи нужна площадка, круглогодичная площадка, где они смогут встречаться, вот эти лидеры, бизнесмены будущие, просто активисты, да просто неугомонные ребята. И пусть встречаются, находят друг друга, обмениваются своими какими-то идеями, а потом вместе эти идеи в жизни реализуют. На последней в этом году летней смене участников познакомили с системой госуправления. На территории развернулось свое правительство. Это своего рода оперативный штаб, где организуют работу импровизированных министерств и ведомств. Сочинские школы оборудуют магнитными замками и пересмотрят организацию системы видеонаблюдения. Такое решение принял глава города Анатолий Пахомов после рабочей поездки по учреждениям образования Адлерского района. Две недели до первого звонка ремонт в школах завершен. В 38-й, например, покрашен фасад, смонтирована подсветка. Осталось провести генеральную уборку, а еще проверить готовность системы обеспечения безопасности, отметил глава города. В Сочи с каждым годом в школы приходит все больше детей, в том числе и за счет переехавших на постоянное место жительства семей. В этом году за парты сядет больше 64 тысяч ребят. Такое количество школьников – это и огромная ответственность за их жизнь и здоровье, напомнил мэр. Поэтому камеры наблюдения должны быть установлены не только в коридорах и над входом, но и по периметру всей территории. Такое же замечание и к 100-й школе. Здесь работает 21 камера. Плюс к этому установят магнитные замки на ворота. А каждому ученику выдадут ключ-брелок. Похожей системой обзаведется и 29-я школа. Это не каприз, а требование безопасности. Вы здесь видите, есть забор или нет, к сожалению. Надо сделать, чтобы это видели. Потому что вы должны понять, что в ваших интересах сделать так, и еще раз, чтобы было вам понятно, что сидишь и смотришь, твоя задача, если увидел, увидел, кто-то через забор лезет, моментально принять меры, кнопку, что бы я делал. А что делать, когда мы видим, что лезет через забор? Кнопка надо. Кнопка охранник. Первое – это сделать кнопку. Второе – у нас должны быть закрываться двери магнитами. И это все препятствия. Пока едет полиция, значит, какие-то должны быть дополнительные препятствия. Установка видеокамер в школах предусмотрена в бюджете Сочи. Должно хватить и на магнитные замки. Анатолий Пахомов поручил при необходимости выделить недостающие средства на эти цели. Надо обеспечить полную безопасность для деток, потому что время такое. И, конечно, мы сегодня, я уже в третьей школе, вижу, что камер недостаточно. Или бывает так, что камеры стоят в коридорах, на входах. Но в первую очередь камеры должны стоять по периметру. То есть каждый метр забора должен смотреться в камеру. В остальном школы к учебному году готовы. В 29-й школе даже коридоры расписали. Теперь здесь, как в Пушкинском летнем саду. Ждет новых посетителей и небольшой исторический музей. Экспонаты для него школьники принесли из дома. В целом, 1 сентября в Сочи откроют свои двери 70 школ. В том числе и новая в поселке Совет Кваджа. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ. В новый учебный год в новой форме. 3000 комплектов школьной формы подарила многодетным и малоимущим семьям сочинская общественная организация «Лига женщин. Мост добра». Церемонию вручения провели в торжественной обстановке в зимнем театре. Вручать школьную форму в преддверии нового учебного года в Сочи стало уже доброй традицией. Эту благотворительную акцию «Лига женщин. Мост добра» проводит уже 8 лет подряд. Правда, тогда этот проект начинался с 300 комплектов для нуждающихся семей. Сегодня вырос до 3000. Мы первую выдавали форму в 2009 году 300 штук в небольшом зале одного из кафе. Там все детки всех районов поместились. А сегодня мы пришли уже к 3000. В городе Сочи люди, которые даже имеют небольшой достаток, с удовольствием рожают детей и знают, что город их не оставит. Он их поможет, выведет их из любой трудной жизненной ситуации. На сцене Зимнего театра показали целое представление с демонстрацией нарядов для учебы. Платья и костюмы – все абсолютно разные. Так повелось, что каждая сочинская школа выбирает свой цвет и фасон. «Лига женщин» учла и это. Для ребят из многодетных и нуждающихся семей сшили форму, исходя из требований конкретной школы и по индивидуальным меркам. Я горжусь тем, что я живу в городе, в том городе, где есть много людей с хорошим в сердце, добрых людей, которые жертвуют на этом. Мы продолжим делать все то, чтобы детки, которые живут в городе Сочи, поистине были счастливы. Младшему два с половиной, старше 15. В семье Чижеговых сразу восемь детей. Поэтому помощь Лиге женщин – это настоящее спасение, говорит мама большого семейства. Перед первым сентября волосы встают дыбом. Конечно, любая помощь – это, прежде всего, приятно, когда на многодетных семей обращают внимание. Всего в Сочи за парты в этом году сядет порядка 64 тысяч детей. Сочинская Лига женщин, подарив 3000 комплектов одежды, обеспечила сразу 5% всех школьников нарядами для учебы. У меня трое детей, трое мальчиков. Ну, в любом случае, это очень сложно. Это и брюки, и множество этих белых рвашек. Поэтому такое мероприятие – это очень ценно для любой многодетной семьи. Это уникальная не только для Сочи акция. Школьную форму ребята получили абсолютно бесплатно. Единственная желаемая благодарность за такие подарки, говорят в Лиге женщин, – это детские улыбки. Деньги на культуру. На Кубани за три года финансирование работ по модернизации домов культуры увеличили больше, чем в 20 раз. Если в 2016 году было отремонтировано 14 ДК, то уже в 2017 – 65. Деньги направляются в рамках госпрограммы Краснодарского края на развитие культуры. В текущем году в целом на отрасль выделили 329 миллионов рублей. Программа поддержки утверждена губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым и рассчитана до 2021 года. Благодаря ремонту домов культуры за последние три года в них открылось больше 600 клубов и кружков. По данным Министерства культуры, количество людей, посещающих ДК во всем регионе, на сегодня превысило 290 тысяч человек. Самый большой в мире хачапури испекут в Сочи. Сотрудники хлебокомбината поставят новый гастрономический рекорд 25 августа на территории Адлерского отеля. Для хачапури весом более 30 килограммов потребуется 12 килограммов муки, 16 килограммов сыра и более 100 яиц. Гостей ожидают дегустации других вкусных блюд и напитков. Также пройдут выступления артистов, шоу мыльных пузырей и различные конкурсы. Познакомиться с традициями, культурой и кухней Кавказа могут все желающие. Ну а предыдущий гастрономический рекорд был поставлен в ноябре в честь празднования Дня города. Тогда на площади Южного Мола испекли хачапури по Аджарске весом 37,5 килограммов. В длину пирог получился от 230 сантиметров, 130 сантиметров в ширину и 6 сантиметров в высоту. Для приготовления угощения технологи и пекари затратили 41 килограмм продуктов. Это достижение вошло в Книгу рекордов России. Сегодня православные отмечают медовый спас. К этому дню обычно соты в ульях уже наполнены и пасечники приступают к сбору меда, а затем верующие несут его в храм для освящения. Кроме того, с этого дня начинается Успенский пост. В храме равноапостольного князя Владимира слышен звон колоколов. Здесь встречают медовый спас. Несмотря на будний день, в церкви немало верующих пришли они в храм рано утром на торжественную службу. По старому стилю медовый спас приходился на 1 августа. Именно тогда в Константинополе активнее всего распространялись эпидемии. Поэтому каждый год в начале последнего летнего месяца крест из домовой церкви императора приносили в городской храм и освящали воду для исцеления болезней. Именно это событие, так называемое изнесение креста, сегодня и вспоминают в церкви. Ну а в народе на медовый спас по обычаю люди идут в храм, освящают воду, мед и соты спасек в благодарности за новый урожай. Мы, конечно, придерживаемся православных христианских праздников. Стараемся приучать к этому детей наших, потому что это наше будущее. Медовый спас – это еще и первый день Успенского поста. Он продлится две недели. По своим правилам, почти такой же строгий, как и великий. Успенский пост предваряет важные для православных праздники – преображение Господня и Успения Божьей Матери. Кстати, еще одна из традиций праздника – звать гостей и угощать их медовыми пряниками. Такие будут учить печь в пряничной школе при храме. При нашем храме с 1 сентября начинает работу детская пряничная школа, на которой нас благословил отец Андрей. Он знает, любит деток и очень хочет, чтобы наши детки научились чему-то доброму. Следующий праздник – Яблочный спас. Спас православные будут отмечать его уже в эту субботу. Есть еще третий спас – Ореховый. Он празднуется в конце августа. Инга Габешия, Ольга Десятого, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Легендарный сочинский спутник отметил 58-й день рождения. Семейный курорт «Алиан Фэмили Резорт энд Спа Спутник» в этот день разместил у себя компанию инопланетян. Космический праздник собрал всех гостей, а вечером состоялось грандиозное шоу на берегу моря. Вместе с гостями курорта обитатели других галактик веселились на детских и спортивных площадках, на пляжи и бассейнах, где проходили игры, квесты, мастер-классы и флеш-мобы. Вечером на различных площадках на берегу моря состоялись научное и световое шоу. Зрители увидели выступления огромных роботов-трансформеров. С днем рождения гостей поздравил участник многочисленных музыкальных телепроектов Стефи Лео. Он исполнил свои лучшие песни. Закончился праздник грандиозным салютом. Ну и на этом наш выпуск завершен. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Но смотрите также нас в социальных сетях Facebook, Instagram, Одноклассники и в группе FKT ВКонтакте. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты Мико Бьюти и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты Мико Бьюти. Макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Такая, как хочешь, такая, как любишь, такая, как нравится, такая, как всегда. Сезоны «Женская одежда». Парковая 17.